Дорогие друзья, с вами снова Елена и наши уроки фэн-шуй. Иными словами, мы сегодня опять затрагиваем эзотерические темы. Как-то так сложилась жизнь, что эзотерика у нас отошла на второй план. А поскольку меня просили рассказать о символике лягушки, особенно с точки зрения фэн-шуй, то, как говорится, тем она зрела. Начинаем мы сегодня, конечно, говорить за символизм лягушки. Бедная лягушка в народных поверьях и сувериях обличена далеко не самыми лучшими качествами. В некотором смысле, может быть, ее такая колоритная внешность, бородавки, такая агрессивная расцветка. И, в общем-то, ее в некотором смысле и ночной, в том числе и образ жизни, что касается жаб, сподвигло людей считать ее животным нечистым, соответственно, как бы якшающимся с нечистой силой. Поэтому в данном случае суеверия насчет лягушек и жаб, они, конечно, радикально и деметрально отличаются друг от друга. Некоторые народности считают лягушку совершенным исчадем ада. В лучшем случае наделяет ее, как бы, неприятной символикой, считает ее женой или матерью ужа. Некоторые считают, что лягушка, которая не видела света 7 лет подряд, превращается в летающего змея и наносит огромный урон всему живому. Так что некоторые считают, что лягушки и жабы имеют своего царя, который носит корону. То есть достаточно всяких сказок и легенд по поводу этого животного. Дело в том, что если вы помните детские сказки или читаете их частенько своим детям, вы прекрасно понимаете, что практически во всех народных сказках включает царевну лягушку. Лягушка, собственно, занимает не последнее место. Это говорит о том, что как бы ее ни опасались, какой бы ее ни считали, она тесно вошла в легенды и поверили. На то, конечно, есть определенный смысл, дорогие мои друзья. Вот если мы рассматриваем лягушку сейчас с точки зрения талисмана, то могу вам сказать, что как бы ни крутили, как бы ни вертели, как бы ни облекали лягушку недобрыми качествами, тем не менее за ней признано, что это хранитель женщины, хозяйки дома. Так вот вам первый символизм этой лягушки. Дорогие мои женщины, так или иначе, уж по каким-то, собственно говоря, критериям лягушка стала хранительницей именно хозяйки дома, это уже до нас, так сказать, история не дошла. Но я вам точно могу сказать, что лягушка в виде талисмана для хозяйки это огромное подспорье ее женскому началу, ее домовитости, ей как хранительнице семейного очага. Поэтому, если вы хотите добавить себе веса в семье, если вы хотите, чтобы силы природные поддерживали в вас этот огонь, желание обихаживать свой домашний очаг, лягушка совершенно в любом виде, это ваш талисман. Вот я вам приведу пример, чтобы далеко не ходить, вы скажете, что я вам пропагандирую, а у самой ничего такого нет. Вот, дорогие мои друзья, мой талисман лягушка, как видите, привешен конкретным образом. Это ионизатор воды, но не имеет значения, дорогие мои друзья, ионизаторы тоже бывают разными. Говорят, что серебро своими ионами делает воду необыкновенно полезной, обеззараживает и так далее. Поэтому, конечно, серебряный ионизатор должен появиться в каждом доме. Но ведь выбор его фигурки, они ведь совершенно разные, зависит от вас. Я помятуя о том, что лягушка мой помощник в домашних делах, мой защитник, мой оберег, решила, что серебряная лягушка это как раз то, что мне необходимо. Так что можно убрать наш бокальчик. Надеюсь, вы уже теперь видите, что я не только пропагандирую народные сказки и суеверия, но использую их совершенно спокойно в быту. Поверьте мне, никто в моей семье особо не внедряется, почему именно лягушка и почему красиво и красиво. Но только я, когда выбирала эту фигурку, понимала, что мне, как хозяйке дома, на плечах которой недостаточно всяких проблем и трудов, лишняя помощь судьбы, как говорится, не повредит. Поэтому, как вы понимаете, лягушка защитник хозяйки дома и милости прошу, обзаводите себе фигурками, вот такими милыми, как вот этот ионизатор, будете довольны. Дорогие мои друзья, говорила за лягушек, но я уже устала отвечать буквально через комментарий, кто храпит вообще за кадром. Вот меня просили показать мопсов, которые создают спецэффекты под столом. Поэтому, дорогие мои друзья, вот этот живописный храп, который записывает камера, это спящий под столом мопсы. Вот представители один под столом еще находятся собрат, черный мопсик, они создают эти душераздирающие всхлипывания. И так вы поняли, наверное, дорогие мои друзья, что самое распространенное понятие, которое вкладывается в символику лягушки, это поддержка женщины, хозяйки этого дома и ее как хранительницы семейного очага. Вот эта женская сущность, собственно, лягушки, она отмечена и в приметах. Считалось, что в доме будет много лягушек, если на Пасху, Благовещение или на какой-либо другой крупный церковный праздник первым в дом войдет женщина. Ну, там соседка забежала по делам и так далее. Тогда ждена шести лягушек. Почему раньше боялись лягушек? Сейчас же у нас ремонт совсем по-другому выглядит. И лягушка практически не имеет никакой возможности к нам проникнуть, даже если будет подорваться. Вопрос в том, что раньше в сельских домах были земляные полы. Они были достаточно сыры и необыкновенно комфортны для всяких таких вот представителей холоднокровных, к которым относится лягушка. Соответственно, так или иначе, прийти в дом ей ничего не стоило. Поэтому в данном моменте считалось, что если на крупные церковные праздники вас первая навестила женщина, а не мужчина, скоро поджидай нашествие лягушек. И так вы поняли, лягушка не виновата в том, что у нее такая двойная слава. Одни ее почитали и считали защитницей, вторые категорически настаивали на том, что слава у лягушки нехороша, и всячески ее остерегались. И вот эти люди, которые, собственно, за лягушкой ничего доброго не видели, считали, например, что это вообще души утопленников, которые после всемирного потопа воплотились в своего рода вот этих вот жаб и лягушек. И тем самым вечное напоминание о грехах человечества. Я всегда считаю так, дорогие мои друзья, у любого символа, у любого талисмана, пришедшего к нам из толщи времен, есть и хорошие, и плохие черты. Я уже вам говорила, что вы можете заводить талисман, и мысленно вы его заряжаете, то есть обращаетесь к его хорошим качествам. Если бы я на свою фигурку жаба смотрела с точки зрения, что это душа умершего, так было бы не очень здорово. Но я у нее прошу другого. Я помню о том, что она мой помощник и защитник, и оберег лично для меня. И, собственно, заручаюсь поддержкой в этом смысле. Поэтому никогда не бойтесь, даже если у этого символа есть две стороны, так и у людей же есть и доброе, и плохое, и хорошее, которое мы людям предъявляем, и злое, которое мы стараемся как бы скрывать от других. Вот точно так же и у символов. Но, тем не менее, мы обращаемся к доброй стороне лягушки. Поэтому нам ничем и не грозит то, что некоторые связывали ее с миром мертвых. Что касается вообще мира мертвых. Конечно, лягушка тот, как говорится, непревзойденный проводник в этом смысле. Поэтому считалось совершенно неправильным и кощунственным убивать лягушек. Я вообще считаю, что убивать живое, это, как говорится, дело, ну, даже я не знаю, как подобрать слово. Сейчас, когда видишь некоторые видео из интернета, у меня такое ощущение, что мир сошел с ума. Глумиться над беззащитным существом, это, как минимум, преступление. Потому что обижать слава Богу, это не подвиг. Проявлять свою власть над тем, кто не может от тебя защититься, это скотство. Поэтому в данном случае таким вот людям, которые мимоходом могут убить живое только потому, что оно мимо проходило, я могу сказать, помните, дорогие мои живодеры, что по поводу убийства лягушки существует великое табу. И, быть может, в некотором смысле это остановит вашу лихую руку, когда вы будете обижать беззащитное существо. Убивший лягушку проклят. Если он этого даже проклятия не заметил, и оно ему как кирпич на голову не приземлилось, чтобы, так сказать, напомнить о себе, то помните, что за ваше деяние, в смысле убийства лягушки, отсохнет ваша рука. В данном случае, что такое отсохнет рука? Это вот у вас начнут крутить суставы, вам будет мучительно больно. Это будет вам вечное напоминание о том, что вы убили лягушку. Будет проклята ваша мать, и будут прокляты ваши дети. Так гласит народное поверье, и они кого абсолютно не пугают. Испокон века считалось великим грехом убивать лягушек. Считалось, что тот, кто убил лягушку, лишается не только благословения небес, и его постигнут кары, о которых мы говорили. Более того, у него никогда не будет урожая. От урожая зависело на прямом благосостоянии семьи в былые времена. И, в общем-то, этот человек окончательно будет изгоем по всем направлениям. Голодный, холодный, умрет в глубоком одиночестве, всеми забытым. Поэтому, дорогие мои друзья, вы можете сейчас пренебрегать моими словами, но я вам точно могу сказать, не будите лихо, пока оно тихо. Если вы такой кровожадный человек, и вообще считаете вправе убивать лягушек, например, может быть, сейчас постережетесь. Пусть она живет своей жизнью, вам она не мешает. И греха на душу не берите. Это было потому, что я сказала, могу вам сказать, что, опять же, символизм лягушки в суверии. Многие, напоминаю, считали, что это души погибших в Великом Потопе. У некоторых славянских народов бытовало мнение, что если ребенок умер некрещенным, он тоже превращается в лягушку. В некотором смысле, покушаясь на это земноводное, иными словами, ты как бы покушаешься на души ребенка и без того уже наказанную тем, что его вовремя не окрестили и так далее. Я не случайно говорю такие вещи. Мимоходом никого убивать не нужно. Почему-то люди особую неприязнь именно накапливают к лягушкам, считают их вправе убивать, какое-то презрение к ним испытывают, омерзение. Я, поверьте мне, лягушка об этом не знает, как вы ее не любите. Она такое же дитя природы, как и все остальное. Убивать я категорически не советую. И в народе вообще считалось, что убившего лягушку поджидает еще одна кара. Лягушка придет и его задушит. В былые времена болезни, которые были связаны с отдышкой, в частности, та же самая астма, от которой люди умирали или умираете сейчас, называлась грудной жабой. То есть жаба давит, иными словами. Сейчас у нас, конечно, жаба давит, у нас в некотором смысле это имеет другое значение. Это признак жадности и прочее. Но это уже наша, так сказать, интерпретация личности лягушки. А на самом деле, вот эти все заболевания, которые связаны с нехваткой кислорода, называют грудная жаба. Лишнее напоминание тому, что человек всегда наказуем этим животным, если он к нему относится неблагородно, и тем более его убивают. Поэтому не советую вам, дорогие мои друзья, трогать лягушек. Их польза велика. И с уверенностью нас от этого, напоминаю, хорошенько предупреждает. Итак, как вы понимаете, мнения о лягушке, они же конкретно разделяются в поверьях многих народов. И если уже у некоторых считается, что лягушка в доме это нехорошо, так это же предвестник очень серьезных неприятностей. Некоторые славянские народы считали, что если в дом все-таки забрела лягушка, это предвестник того, что в лучшем случае придут нежеланные гости. Либо это все-таки какая-то неприятность, которая случится, 7-минутная в этом доме, либо вообще предвестник смерти. Более о плохом мы говорить не будем, поскольку есть народы, в том числе славянские, которые считали, что лягушка это великое добро. Эти народы говорили о том, что лягушка представляет собой защитника дома, или даже домового. Так и называли лягушка-домовуха. И опять же адресовали ее защиту хозяйке дома. И я еще раз возвращаюсь к этой символике, дорогие мои друзья. Женщине, хозяйке дома, несущей на своих плечах огромную заботу о домашнем очаге, лягушка не враг, а величайший друг, защитник и прекрасный талисман для ваших бытовых дел. Я считаю, что о плохом мы должны забыть, тем более, что мы не наносим лягушкам никакого вреда, мы их не убиваем, мы относимся к ним добросердечно, поэтому и можем обращаться к этому символу за тем, что нам и необходимо. Нам нужна помощь, защита. Мы все надеемся на любовь, на то, что наш дом будет прекрасен, в нем будет всегда достаток, будут улыбки, будет счастье. И вот с этим всем мы и обращаемся к нашему символу лягушки, защитнице женского начала. Ну и опять же, что касается сущности лягушки, еще одно, и тут, как говорится, кто бывал на природе, тот прекрасно знает. Немоверным образом лягушек строен и громко в момент, когда собираются грозовые тучи, или вот-вот пойдет дождь. Лягушки предвестники дождя. А в данном случае, как вы прекрасно понимаете, с точки зрения народного хозяйства, когда люди зависели от урожая и от дождей, которые шли, то, соответственно, лягушка, предвещающая дождь, была очень хорошим знаком. Ее буквально за это боготворили. Поэтому, как вы понимаете, как предвестник хороших перемен для урожая и будущего благосостояния, лягушка тоже сыграла свою положительную роль. Поэтому в данном случае, помните, что остерегались лягушку, быть может, не любили, но хорошие ее качества ценили, им поклонялись и заручались поддержкой. А по поводу лягушек достаточное количество всяких примет. Вот. Одна из них, например, гласит, что если весною первая лягушка заквакала в скоромный день, то есть постный день, то коровы будут хорошо дариться и давать много молока. Поэтому в данном случае вот такая интересная примета. Проверить ее сейчас достаточно трудно. Молоко у нас сейчас растет на деревьях. Коров осталось мало, молока появилось много. Боюсь, что оно отношения к коровам не имеет. Но тем не менее, для общего развития и эта примета тоже нужна. И еще было несколько примет по поводу весенних первых лягушек. Если кто-то увидел первую свою лягушку весной в траве, его ждет удача в этом году. Если первую лягушку видели в воде, это к несчастью. А если увидели лягушку, перевернувшуюся животом кверху, это к покойнику. Но, надеюсь, мы таких лягушек никогда не увидим. На этом, как говорится, славянская часть суверии по поводу лягушки у нас закончена. Но опять же, дорогие мои друзья, лягушка ведь такое своеобразное животное, что без него не обошлось нигде. И в китайской символике в том числе. Меня просили рассказать про лягушку фэншуй. Коротенько, абсолютно могу рассказать, потому что денежные жабы или лягушки, как ни назови, это одно и то же, являются одним из самых важных символов фэншуя. В отличие от нашей славянской лягушки, у которой, как положено, две задние ноги, у этой лягушки их три. И когда мы с вами фигурки фэншуйских лягушек рассматриваем, то, естественно, они всегда одинаково оснащены. Они сидят на куче монеток и у них вот это тремя лапками они прижимают золото. Зачем лягушке три лапы? Ну, во-первых, это символ богатства, безусловно. Три лапы, что они позволяют делать лягушке? Стремительный бросок, если вам необходимо, чтобы богатство мимо вас не прошло, три ноги лучше, чем две. Это однозначно. Значит, толчок, ваш бросок, ваша хватка, она будет утроена. Вот в чем символизм фэншуйской лягушки. То есть, если нужно стремительно двигаться к благосостоянию, эта лягушка обещает вам успех, если она находится в вашем доме. Далее, для чего три лапки. Но, естественно, то, что вы схватили богатство, кучно охватить тремя лапками лучше, чем, например, двумя. Это понятно совершенно. Поэтому, вы лучше сохраните то, что приобрели и приумножите его даже. Вот в чем символ вашей денежной лягушки. Теперь расположение этой лягушки. Я вам сейчас покажу, как это делается у меня, потому что на примере так оно будет повеселее. Вот прямо сейчас подъеду к нашему окну и вам кое-что покажу. Вот у меня здесь находятся лягушки в количестве двух штук. Надеюсь, вам их видно. Достала прямо с подоконника. И не потому, что я их туда поставила за минуту до этого видео. Они у меня стоят там всегда. Почему они стоят именно там и не где-то в другом месте? Во-первых, располагая лягушек денежных, вы должны помнить, что лягушка никогда не должна находиться выше вашей головы, когда вы сидите за рабочим столом. Многие умудряются лягушку поставить на боковую полку, и она где-то там под небесами находится. Но помните, что символизм ее хорош, когда она находится, во-первых, у вас за плечами, то есть это хорошо обеспеченный тыл. Всего-то навсего. Символика, она вся близка человеку. Вот чего мы хотим? Чтобы у нас был продуманный завтрашний день, чтобы у нас не было пробелов, чтобы мы не думали, где нам деньги брать и так далее. С этим всем мы обращаемся к нашей лягушке. Вот она сидит на золотишке, вот она вся на изготовке, она готова стремительно броситься к богатству, соответственно, вас туда провести. Ставлю его всегда сзади, потому что на кухне я часто нахожусь, поэтому эти две лягушки с тыла моего прикрывают мои тонкие места и обещают благосостояние или хотя бы стимулируют меня к таковому. Если лягушка находится выше вашей головы, то считается, что вы станете рабом богатства, что вы деньги будете любить больше, людей, а это тоже путь в никуда, потому что рано или поздно вам эти деньги радости никакой не принесут. Цветовая гамма лягушек, вот некоторые говорят, а вот как она должна выглядеть. У меня есть еще достойные лягушки, могу сейчас собственно говоря сделать паузу, вам еще показать, в каком они у меня есть исполнении. Вот эти две маленькие, они конечно из пластика, в них нет никакого драгоценной сущности, но тем не менее цвет, зеленый цвет нефрита, камня в китайском пантеоне мифическом самый достойный, это камень буквально у него миллион позитивных качеств, это понятное дело, это очень хорошо, мы сейчас еще дополнительно жаб покажем, и соответственно цвет богатства это пурпурный, вот такой вишневый красный цвет, это тоже символизирует богатство. Мне не жалко было завести двух лягушек, но поверьте мне, у меня их достаточно много. И вот мои лягушки тяжеловесы, как видите, они у меня вообще-то там задействованы в интерьере, каждый выполняет свою определенную роль, что я им еще дополнила, это монетки, вот тут я вклеила монетку, прямо ей в рот, для того, чтобы она исполняла, так сказать, мои 7-минутные желания. Но это мой взгляд на лич, дорогие мои друзья. Можно обойтись и без лягушек фэншу. Они ничего лично никуда на работу не ходят, им ни денег не зарабатывают, но мне с ними спокойнее. Я почему-то уверена в том, что рано или поздно жизнь ко мне повернется благоприятным фасадом, и лягушки мне позволят вовремя сосредоточиться, ничего в жизни не упустить, укрепить свою семью, сделать ее более спокойной, более продуманной, жизнь моей семьи и так далее, и тому подобное. Это милые бирюльки, но в данном случае вера делает чудеса. И именно лягушке в фэншуе доверена самая главная ответственная работа собирать и приумножать богатство. Так что, когда мы рассматриваем нашу лягушку, пренебрегать я вам ее не советую. Лягушка одни из самых домовитых, самых продуманных ваших талисманов. Вот если вам нужно все, что нужно обыкновенному человеку, спокойствие, уют, богатство, которое, собственно говоря, пусть небольшое, но стабильное, делайте ставку на вашу лягушку. Пусть это будет обычная лягушка или фэншуйская. Поверьте мне, радости от нее в вашем доме приумножится и добавится. С вами была Елена и лягушки.